Давайте продолжим. Давайте продолжим. Как будет система идти дальше? Таким образом, на каждом шаге происходит переуточнение, новая оптимизация и новое уточнение того, как система идет к цели. За счет этого, например, можно решать задачи уже и нелинейного управления. В принципе, это управление является нелинейным, потому что здесь нет никакой линейной функции, здесь просто алгоритм оптимизации, который занимается подгонкой управляющих воздействий, которые здесь находятся. Они косвенно здесь в игреке находятся для того, чтобы компенсировать, выйти на заданный уровень. Но в каждый момент времени используется линейная модель в виде таких передачных функций. То есть в каждом из времени решается некоторая локальная задача линейного управления. На основе анализа того, как система до этого двигалась и куда она придет при таком нелинейном описании. Но за счет того, что в каждый момент времени это происходит, может решаться также и нелинейная задача. В принципе, нелинейная задача и будет решаться. Он будет просто по-другому немножко смотреть в каждой точке на этот объект. То есть это важно запомнить, что происходит оптимизация на некотором горизонте времени, чтобы вывести систему в заданную точку. Но при этом выдается на реальный реле, реальный потенциометр, выдается только текущая значительность, которая первая идет в этой линейке дискретных значений. Это важно запомнить просто как некоторый принцип работы. Какие есть недостатки? Первый недостаток то, что система может оказаться нелинейной. То есть мы тут заложили некоторые предположения о том, что у нас модель линейная, задали кит коэффициент, но на самом деле она окажется нелинейной. Для этого есть тоже приемы, связанные, например, с тем, что вы можете сделать несколько таких модул-предиктив контроллеров. У каждого свой набор моделей со своими наборами коэффициентов. И использовать блок гейн-скедулинг, то есть переменного коэффициента с заведением управляемых величиной этот блок. То есть у вас получится такая монструозная система. У вас тут будет 6 блоков, потом еще 6 блоков, потом еще 6 блоков. И, например, один блок скедулинга, то есть выбора того, какой контроллер будет работать. Либо, например, какие коэффициенты моделей использовать в каждом контроллере. Здесь можно рассматривать варианты, например, и с переключением, то есть сюда подключать переключение, и изменяемые коэффициенты. То есть здесь вот начинаются разные комбинации тех методов, которые мы до сих пор рассматривали для одноконтурных систем. Они также могут быть применены и для вот таких многоконтурных систем, то есть multi-input, multi-output. Значит, другое улучшение связано с построением адаптивных, адаптивного модула предиктивного контроллера, то есть управление на основе адаптивного управления. То есть когда у вас не только оптимизация идет коэффициентов, оптимизация управляющих величин, да, то есть расчет вот этих управлений в каждый момент времени, но у вас еще и идет оценка в реальном времени того, какие коэффициенты вот этих моделей. То есть анализируя предысторию, которая накоплена в вашем контроллере, вы можете, вообще говоря, произвести идентификацию этих моделей и в реальном времени ее делать. То есть, грубо говоря, там, двигаясь по какому-то нелинейному объекту, в нелинейном процессе существуя, у вас эти коэффициенты тоже будут во времени меняться по переменам. То есть не заранее вы будете их задавать в какой-то табличке, и по внешней переменной вы будете определять, какие сейчас коэффициенты будут в каждой модели. А в процессе функционирования система сама будет идентифицировать объект и подстраиваться под его поведение. Ну, у этой системы тоже есть свой недостаток. Например, если у вас существует какое-то неконтролируемое возмущение, которое может резко поменять поведение объекта, то, соответственно, вот такого рода системы, построенные на идентификации, они могут приводить к очень печальным последствиям, потому что система будет думать, что у нее есть некоторая предыстория, которая назначительно идентифицирует поведение объекта. А если здесь произошло какое-то резкое изменение в поведении, то должно пройти будет некоторое время, прежде чем вес этого изменения в общем объеме измерений станет достаточно значимым, чтобы система начала перестраиваться на новое поведение. И это может приводить вплоть до того, что система начнет выдавать прямо противоположные результаты от тех, которые от нее ожидаются. Вот такая проблема есть, и вот в системах адаптивного управления это достаточно большая проблема. И по этой причине, например, адаптивные системы на базе Model Predicative Control, они не так распространены, потому что достаточно сложно заранее спрогнозировать все возможные изменения. То есть в тех задачах, где оно могло бы найти применение, достаточно сложно предсказать все возможные моменты, когда модель меняется. То есть, с одной стороны, вроде бы то, для чего адаптивная система и строилась, чтобы реагировать на изменения в поведении, оно в то же время является и его основной проблемой, что, грубо говоря, когда происходят резкие изменения, то адаптивная система не успевает быстро перестроиться и начинает выдавать управляющее воздействие по старой модели, которая при резком изменении может быть совершенно неудовлетворительным по качеству. Но на самом деле вопрос в том, какие системы как альтернативы, по сути, альтернативы-то особо и нет. Если у вас объект меняется очень резко и непредсказуемо, то какой-то альтернативы, кроме как адаптивное управление, но остается еще вариант с Fit Forward Control, когда вы можете предсказать такое изменение. То есть, ну, опять же, все это прекрасно укладывается в те инструменты, которые мы до сих пор обсуждали. То есть, можно использовать модул Predictive Control с такими вот непредсказуемыми. То есть, во-первых, они не будут уже непредсказуемы, вы будете их определять заранее. Во-вторых, вы будете знать, зная, как они меняются в модели, вы можете, соответственно, предложить некоторый набор моделей, которые будут переключаться. Вот. Адаптивное управление оставлять уже для каких-то таких плавных и неспешных изменений в процессе вашей модели объекта. Так, ну вот про модул Predictive Control. Да, единственное, что надо сказать, что тоже не только там у Siemens, а вообще, в принципе, есть два обычных варианта модул Predictive Control. Первый – это полноценный, который включает в себя вот все, что тут описано. То есть, в реальном времени оптимизацию, плюс часто бывает еще, можно некоторые ограничения вводить. То есть, например, вот здесь приводится даже, здесь даже не столько пытается оптимизировать по управлению, то есть по тому, сколько там, например, топлива тратится, сколько по частоте изменений. То есть, здесь Delta стоит, это все-таки, да, это не само управление, это как бы производное управление. То есть, как меняется управление. Здесь как раз цель в том, чтобы, например, сократить количество переключений. Потому что каждое переключение в вашей системе, если у вас, например, реле какой-то стоит, это определенный ресурс, у каждого реле есть, у каждого там клапана, у каждой задвижки есть определенный ресурс, сколько раз она может там открыться, закрыться. Вот, поэтому достаточно важный здесь момент, даже не столько по оптимизации по потреблению, и это не оптимизация по потреблению, это все-таки оптимизация по количеству переключений. То есть, вы можете, например, если одной и той же цели можно достичь разным количеством переключений, то будет выбрана, выбран тот, та последовательность управления, которая, например, сделает меньше переключений. Здесь, например, три переключения, да, если будет вариант, при котором вы просто один раз включились, и все, и он вышел на заданную точку, то он выберет именно этот вариант. То есть, помимо, собственно, выхода на точку, то есть уменьшения ошибки, здесь еще решается задача минимизации переключений, потому что вот в технике это очень важно, так как у каждого реле есть определенный ресурс. И чем чаще вы будете дергать это реле, тем быстрее ваша система выйдет за проектные некоторые нормы. Нужно будет там ее устанавливать, менять и так далее. То есть, это тоже достаточно важный компонент. Вот, и, соответственно, опять же, возвращаясь ко всему этому, да, есть два варианта Model Predictive Control, это с онлайн-оптимизацией и так называемый встроенный контроллер, или ленивый, как они его тут называют. То есть, онлайн-оптимизация, это у вас где-то на рабочей, то есть, тут говорится о том, что вот этот PCS7 требует достаточно мощного железа. Ну, правда, на месте уже это статья 2007 года, поэтому, возможно, сейчас уже в новых контроллерах, там, 1500, S7-1500, например, возможно, там уже, как бы, этой проблемы нет. Вот, ну, так или иначе, предполагаю, что здесь должна быть достаточно мощная система стоять, чтобы производить вот такую оптимизацию онлайн, то есть в процессе функционирования. Вот, ну, для тех, для слабеньких контроллеров, ну, вот они приводят, что есть ряд пакетов, вот, IP Cosmos, мы сегодня тоже про него поговорим, которые вот такое управление реализуют. Вот, есть еще второй вариант, это так называемый ленивый контроллер, который не учитывает различные ограничения, например, вот такого рода, да, вот, а он просто решает задачу аналитически. То есть, когда вам не нужно, например, ограничивать величину управляющих воздействий, ограничивать амплитуду, там, разброс значений управляемой величины, вот, вы можете, в принципе, эту задачу решить аналитически, если у вас задана некоторая модель. Вот, и как раз вот этот ленивый контроллер, он задачу решает аналитически. То есть, он уже не столько нелинейный, там, или адаптивный, он скорее такой, который автоматически настраивается. То есть, в процессе, задавая модель, вы автоматически настраиваете коэффициенты управления. Вот, и на самом деле дальше просто это некоторая линейная передачная функция, которая в результате вот такой настройки, она позволяет вам решать ту же самую задачу. То есть, это вот то, что мы в первой лекции изучали, там, формула базид на основе формул. Это вот по формуле такой вот ленивый контроллер, который, тем не менее, реализует вот эту вот идею. При условии, что у вас система максимально близко описывается вот такими вот такой модель. Вот, конечно, если она далека от этого, то тут только онлайн-оптимизация поможет. И какие-то дополнительные фокусы. Так, ну вот он как выглядит, внутри PCS7, как выглядит модель предъявить контроллер. То есть, вы задаете прямо вот эти функции. То есть, по сути, даже, то есть, вы задаете некоторые функции поведения, которые... Так, единственное, непонятно, где тут процесс нарисованных. Нарисованных. Скорее всего, это не функция. Скорее всего, это здесь они моделируют сам процесс в этих функциях. То есть, передачу по каждому управляющему воздействию на каждую величину. Вот. А сам моделл предъявить контроллер, он... А, наверное, наоборот. Вот этот процесс, а это, наверное, управление. Ну, так, немножко странно показано. То есть, по каждому каналу, по сути, у вас есть отдельный блок, который является передачной функцией. Вот. И есть готовые некоторые визуализации для этих блоков. То есть, в принципе, вам ничего программировать особо не нужно. Вы шлепнули вот этих блоков на каждый канал и, соответственно, сложили, получили некоторые результаты. То есть, тут, в принципе, все достаточно просто. Значит, ну, вот они тут приводят еще пример. Типа, такой маркетинговый ход у них. Сравнение трех подходов. То есть, классическое PID-регулирование, где вам нужно, как инженеру, подбирать некоторые коэффициенты. Затем вот встроенный, встроенный, то есть, ленивый моделл предъявить контроллер, который, по сути, по формуле управляет. Тоже тут вам нужно некоторый инжиниринг провести. То есть, на каком-то лэптопе посчитать коэффициенты и загрузить в контроллер. Вот. И есть полноценный моделл предъявить контроллер с онлайн-оптимизацией, где, помимо вот того, что вы там должны что-то на ноутбуке посчитать и загрузить, у вас должно быть еще подходящее железо, достаточно мощное, и подходящий софт, который будет это все реализовывать. Вот. Здесь вот все-таки, то, что здесь нарисовано, это тот, который имбедит, имбедит моделл предъявить контроллер, то есть, который просто вы вот передачной функцией задали, вот ваше управление на основе модели. Вот. Но вот эти функции вы можете посчитать там в некотором пакете внешнем, который вам выдаст, вот как она должна выглядеть, исходя из некоторой модели объекта. Вот. И показан, да, вот профит от, то есть, выгода от того каждого метода. То есть, на PID-регуляторах вы можете там, то есть, стоимость и качество, да, классическая стоимость внедрения, скорее всего, да, значит, и результат от внедрения. То есть, классика жанра, да, когда у вас ничего нет, вы просто берете самое простое, самое дешевое, и там первое время вы достаточно хорошо на этом выезжаете. Но по мере того, как ваша система усложняется, вы выходите в некоторое насыщение. Там, следующее, вы начинаете брать какой-то более сложный метод, который тоже достаточно дешевый. То есть, где-то на лаптопе посчитали передачную функцию, да, вставили в качестве Model Predicted Control, контроллера, который встроенный или ленивый, как тут имбедит встроенный. Вот, тоже чуть-чуть можно продвинуться, да, но потом опять для получения большего результата вам нужно вкладывать гораздо больше времени и ресурсов. Вот, и есть вот Model Predicted Control полноценный, который первоначально достаточно дорогой, но при этом он позволяет вам чуть дальше продвинуться в этой гонке. Вот, ну, так кривая, не знаю, сколько можно и верить, на основе чего она рассчитана, ну, вот такая вот иллюстрация того, вообще, какие есть подходы. Ну, понятно, что тут можно еще и PID-регулятор как-то подкрутить, то есть, может быть, его можно куда-то сюда подвинуть, например, и вот эти штуки тоже можно подкручивать, там, и Gain Scheduling сюда добавлять, и переключение добавлять, то же самое, поэтому здесь все-таки имеется в виду, что в чистом виде PID-регулирование, в чистом виде встроенный контроллер, Model Predicted, и в чистом виде полноценный. Ну, вот, соответственно, такие вот инструменты здесь есть. Значит, что еще тут интересного? Ну, тут просто показано еще, что вот этот Model Predictive Control, сам по себе он, как бы, не включает в себя задачи, функции идентификации. Тут вот есть некоторый в MATLAB-е компонент, который позволяет вам загружать данные из, как бы, PCS7 в этот компонент, и, соответственно, на основе них проводить идентификацию объекта и получать выражение для вот этих вот функций, которые нужно будет вот сюда вбить. То есть это не сходит в состав уже самого пакета PCS7, тут прямо видно, что это MATLAB-овский такой символ интересный, хотя они тут нигде не пишут про MATLAB, но, тем не менее, скорее всего, это как-то на базе MATLAB-а сделано. То есть в MATLAB-е, на самом деле, тоже есть огромный компонент, связанный с Model Predictive Control, он гораздо более мощный, чем в PCS7, ну, мы, может быть, отдельно еще поговорим про него. Вот, и он позволяет вот, ну, у них, скорее всего, это прямо под них сделано, под PCS7. Вот, то есть, грубо говоря, вы что-то там измерив, произведя некоторые измерения, некоторый эксперимент, вы можете получить готовые модели вашей системы. Вот, и, собственно, использовать вот эти параметры потом для того, чтобы вбить их в те блоки стандартные, которые есть внутри PCS7. Здесь я просто приводил пример того, как пользоваться их, вот этим Advanced Process Control, то есть, как анализировать. Ну, в принципе, мы про все это уже говорили. Что вот есть ряд вопросов, на которые вам нужно ответить самим. То есть, является ли производительность вашей системы хорошей? Если она не является хорошей, то, в первую очередь, вам надо проверить то ваши инструментарии, то есть ваши датчики, ваши исполнительные механизмы, нет ли там проблем, потому что в основном большинство проблем там, например, находится. Вот, если оно все равно как бы неподходящее качество, даже после всех проверок, исправлений, вот, то следует, например, обратить внимание на PIT-тюнинг. То есть, первое, еще настроить контуры, простые контуры регулирования. Если после этого у вас по-прежнему качество управления недостаточно, неприемлемое, то тогда можно уже подумывать о том, чтобы применять какие-то более сложные методы управления, такие, например, как предикторы, смит и так далее. Вот, там дальше надо вот уже выбирать, то есть, является ли у вас система, можно ли у вас, например, контуры разбить на отдельные подконтуры, локальные, независимые, да, тогда вы получаете Single Input, Single Output, то есть, CISO-система. Значит, там дальше проверяете линейные, линейные, как бы линейные, нелинейные, если нелинейные, то можно использовать Pit Game Scheduling, если нет, то... Если линейные, то, значит, надо просто проверить, есть ли у вас возмущения, если они есть, то можно Fit Forward добавить, есть ли временные задержки предиктора Смита. То есть, такой некоторый дается алгоритм того, как построить, вот, как вообще действовать на практике. Вот, соответственно, тут то же самое и про Model Predictive Control, то есть, если у вас есть какие-то взаимосвязи между переменными, между контурами, то уже рекомендуют переходить на Model Predictive Control. А если он, ко всему прочему, еще и нелинейный, то тогда применять еще вот Scheduling, то есть, для разных точек, то есть, вот в этой схеме у вас появится еще дополнительный блок, Scheduling, который будет менять коэффициенты вот этих вот функций. Вот, то есть, все вместе вам позволяет построить достаточно сложную, нелинейную систему. Вот, единственное, чего здесь нет, это пока нет адаптивного управления. То есть, тут все-таки речь идет о некоторой, пока еще такой классической системе без адаптивного управления, то есть, без онлайн-оптимизации параметров самого регулятора. Вот, еще один момент, который нужно отметить, это то, что вот этот Model Predictive Control, он предполагает все-таки работу со стабилизированными объектами. То есть, если у вас объект нестабильный, то есть, он просто, грубо говоря, неустойчивый, или, например, он не выходит на какое-то фиксированное значение, а просто он как-то колеблется, вот, то рекомендует строить двухконтурную систему, то есть, вы в первом контуре стабилизирующем вставляете обычный P-регулятор, который обеспечивает стабилизацию системы. Вот, а дальше поверх него вы просто строите Model Predictive Control, то есть, второй уровень, который управляет уже не самой переменной объекта, а управляет сетпоинтом PID-регулятор. Вот, и мы сейчас с вами просто рассмотрим пример. Ну, здесь, да, давайте пока не ушли дальше, просто они приводят некоторый пример того, как вообще вот этот AdWords Control позволяет вам решать задачи, то есть, чем, собственно, он лучше классических PID-регуляторов. Вот они приводят пример, что в основном он позволяет вам уменьшить диапазон, то есть, уменьшить немного границы безопасного поведения. То есть, грубо говоря, если у вас PID-регулятором был вот такой разброс и констраинты, то есть, ограничения на управляющую переменную, когда сигнализация срабатывает, вы не могли, например, вот эту set set point, то есть, точку, которую оператор задает, подвинуть ближе к констраинтам, то есть, к ограничениям, потому что просто у вас будет переменно выходить за эти ограничения и срабатывать сигнализация часто. Поэтому вам приходилось как бы немного опускать систему, уменьшать ее эффективность для того, чтобы не срабатывала аварийная защита. Вот. То с Advanced Process Control техниками вы можете за счет уменьшения вот этого разброса вокруг точки рабочей, вы можете потом эту рабочую точку подвинуть чуть ближе к вашим ограничениям. То есть, ограничения вы менять не можете, они у вас есть. То есть, у вас, грубо говоря, там после 60 чего-то происходит просто взрыв, если там долго работают. То есть, там нельзя, или просто износ техники происходит. Вот. Поэтому вы не можете его констраинт подвинуть. Но вы можете подвинуть set point. Вот. И за счет как раз Advanced Process Control вы можете этот set point подвинуть в несколько раз ближе, чем он есть на самом деле сейчас, при обычном регулировании. Вот в основном то, чего вы можете добиться с помощью вот этих вот методов Advanced Process Control. Вот. Потому что все остальное, например, там следование по траектории, это тоже как бы сводится к set point. То есть, по сути, если у вас траектория, это у вас просто разница между желаемой траекторией и той, которая траектория у вас есть. Вот. То есть, там оператор не просто set point задает, а он некоторую двигает уставку, да, и система должна за этой уставкой тоже двигаться. Как бы он ее ведет за собой, там через какой-нибудь там выберин, например, технологического процесса. Вот. То есть, так или иначе, эта задача тоже сводится к некоторому управлению по set point, то есть управлению по заданной рабочей точке. Вот. Есть еще отдельная задача, связанная с оптимизацией, минимизацией, например, расхода. Здесь уже чуть сложнее. Вот. И здесь у нас будет отдельная тема, связанная с так называемой системой экстремального регулирования, где у вас задача стоит не в том, чтобы какую-то заданную точку найти, а стоит в том, чтобы найти точку оптимальную с точки зрения какого-то критерия, то есть какой-то переменной. Вот. Но это у вас будет отдельная лекция, и вообще говоря, такие системы, они большой популярности не получили, потому что они основываются на постоянном воздействии на объект, то есть там происходит, например, постоянное переключение управляющих механизмов, то есть система, по сути, некоторая щупает постоянно процесс, то, чтобы понять, в какую сторону ей производить оптимизацию. Вот. Поэтому такие системы, они не столь популярны. Плюс не всегда удается сформулировать, значит, таким образом, чтобы применить такие методы. Вот. Но, тем не менее, они есть, мы их тоже рассмотрим, и в целом их тоже можно вполне реализовать. Но при этом, правда, придется вам немного попрограммировать, чтобы это сделать. В отличие, например, от тех методов, которые в стандартных библиотеках. Значит, давайте рассмотрим просто небольшой пример. Есть того, как это может вживую все выглядеть. Ну, то есть они, это на самом деле, как бы пример, не знаю, насколько он реалистичный. Вот это просто в этом пакете PSS7 идет пример задачи управления электрификационной колонной. Это такой технологический процесс, где происходит разделение компонентов. То есть компоненты, грубо говоря, подаются на некоторую жидкость. Вам нужно разделить ее на две компоненты. Например, на мазут и газ, например, и так далее. Вот. То есть внизу, грубо говоря, то есть это разделение происходит на уровне того, что у вас там внизу теплее, сверху холоднее. То есть сверху происходит охлаждение, а снизу происходит нагрев. И за счет того, что здесь есть некоторый градиент температур, градиент давлений, вот, создаются различные химические условия. То есть, грубо говоря, там для вас есть два компонента с разными точками кипения. Вот. И создавая определенный градиент, можно добиться того, чтобы один компонент здесь испарялся. То есть один компонент будет здесь конденсироваться, а пары второго компонента будут уходить наверх и улавливаться. Соответственно, есть там, грубо говоря, два выхода. Выход продукта нижнего, то есть, ну, скажем так, более тяжелого, который в виде жидкости оседает здесь. И есть выход продукт другого, который в виде пара дополнительно здесь конденсируется, да, и выходит здесь уже в виде пара. Происходит такое своего рода разделение компонентов в этой вот ректификационной колонии. Там сама по себе она устроена как набор таких чаш, в которых там происходит конденсация многоступенчатая. Ну, здесь на самом деле две только ступени, то есть две компоненты, они бывают другого. другого характера. То есть там много, на самом деле, может быть компонент там в реальности, они там могут там достигать огромных размеров. То есть это такие достаточно известные устройства, то есть которые такие в высоту на многих заводах можно увидеть. Вот. В первую очередь там на всяких нефтеперерабатывающих заводах. Ну, что-нибудь типа такого, да, то есть в принципе такая совершенно известная картинка. Вот. То есть это вот пример вот такой. Ну, понятно, что здесь модель заложена в этом примере, такая совершенно простая, это линейная модель. То есть что-то внутри пока не очень понятно, вот. Но тем не менее, как бы процесс такой. Вот. Здесь они предлагают как раз построить систему на базе. То есть здесь система многоконтурная. Тут есть целый ряд регуляторов, то есть, например, регулятор подачи, там один контур, потом есть регулятор, который управляет нагревом. О, нет, сейчас. Охлаждением он, наоборот. Охлаждением он управляет. То есть, значит, есть регулятор, который управляет возвратом испарившегося, конденсирующего материала обратно в колонну. Есть регулятор, который управляет выходом продукта. Значит, есть регулятор, который управляет отбором продукта, который внизу скапливается. Есть регулятор, который управляет нагревом продукта внизу. Есть, короче, целый набор датчиков, которые позволяют определять температуру, давление в разных частях колонны, то есть построить некоторый градиент. Вот. И здесь предлагается построить вот на базе вот этих пид-регуляторов, Сколько контуров? 1-контур, 2-контур, 3-контур, 4-контур, 5-контур, 6-контур, 7-контуров здесь пидрегулирования. И здесь предлагается построить модул предиктив контрол по двум контурам. То есть первый контур это управление нагревом, который внизу колонны происходит. И второй контур это управление возвратом. То есть когда у вас пар прошел через конденсатор, он осел, получилась некоторая жидкость, то есть некоторый продукт. То есть в зависимости от концентрации этого продукта. Сейчас, где тут концентрация-то передается. Значит у него два входа. Первая это температура внизу колонны, а вторая температура наверху. То есть он на самом деле только использует градиент температуры для того, чтобы управлять тем, когда, например, возвращать что-то, то есть охлажденную жидкость возвращать в колонну, либо нет. И либо добавлять нагреваемую жидкость, либо наоборот. И, грубо говоря, управляет нагревом и охлаждением этой колонны, задавая некоторые уставки пидрегулятором. То есть первый пидрегулятор регулирует нагрев, второй пидрегулятор по сути регулирует охлаждение за счет этого клапана. Вот, в принципе, такая простая система. Ну как, относительно, на самом деле совсем не простая, но таким достаточно понятным описанием. Надеюсь, что понятно. В которой есть семь контуров управления, семь контуров, которые пидрегуляторами управляются. И есть внешняя система, вот, Model Predictive Control, которая управляет двумя координатами. Это температура наверху, но, по сути, она управляет градиентом. Значит, и вот, в принципе, да, то есть оператор, по сути, знает некоторый идеальный, подбирает некоторый идеальный для его процесса градиент температуру, то есть разницу температуры между низом и верхом, при котором он может получать, там, приемлемые качества продукции на выходе первого и второго типа с каким-то, там, определенным расходом. Ну, в принципе, тут есть детали еще, да, тут описывается, сейчас, какие задачи они решают. Вот, где-то тут было написано, ну, ладно, неважно. Короче, важно, что понять, что вот, просто пример системы, да, то есть есть много контуров линейных с помощью обычных, с обычными линейными пидрегуляторами, которые каким-то образом настроены, там, ручками или автоматически. Вот, есть некоторая высокоуровневая система, Model Predictive Control, которая основывается, в которой заложена модель вот этой вот колонны, того, как температура и температура сверху, температура снизу влияет на управляемые величины. Управляемые величины – это, значит, подача горячей воды в теплообменник, то есть нагрев, по сути, внизу, и охлаждение внизу. То есть тут, на самом деле, даже моделируется не столько колонна, сколько уже некоторая система замкнутая, то есть стабилизированная. То есть вот с этими семью контурами управления. То есть как вот эта система с семью контурами реагирует на открытие-закрытие вот этих вот двух клапанов. Вот, исходя из этого, уже подбирается некоторая формула управления, там, либо, наоборот, какая-то онлайн-оптимизация, которая в онлайне, там, подбирает значения, чтобы вывести систему на определенную температурный режим. То есть температура внизу, температура вверху. Вот, ну, в принципе, тут, наверное, все по этой части. Значит, ну, кратенько еще что-то еще входит в этот пакет, но это уже не совсем сименсовский пакет, это, как бы, дополнение к сименсовским пакетам, которые, там, другими компаниями разрабатываются. Например, это тоже такой интересный компонент, как софтверный сенсор, то есть программный сенсор. Значит, он популярен в тех процессах, где, например, у вас нет возможности в реальном времени измерять какую-то величину, но при этом вы хотите заниматься управлением, там, в реальном времени. Вот, он немного похож на Preditor Smith по своей диалогии, то есть закладывается модель процесса в системе, вот, и она позволяет вот эту модель вам показывать, что происходит внутри объекта. То есть вы в реальности ничего не знаете об объекте, у вас нет датчика, вот, но за счет вот этой нелинейной модели вы можете, как бы, предсказывать, что в ней внутри происходит. Вот, но обязательно у вас должен быть этап консолидации, то есть, как бы, выравнивание этой модели. То есть, например, вот, как здесь приводится пример, там, на химическом производстве у вас, там, есть лаборатория, которая раз, там, в три часа выдает вам результат того, как у вас идет процесс, происходит процесс. При этом вы хотите, там, раз в минуту, например, менять какие-то уставки, чтобы оптимизировать ваш процесс. Вот, для этого как раз и подходит такой подход, то есть вы можете использовать нелинейную модель, чтобы на интервале вот этих трех часов выдавать некоторые значения того, как ваш процесс себя ведет, то есть, производить оценку того, что происходит внутри процесса. Вот, и раз в час производить консолидацию этих данных, этой модели, то есть, подгонять, по сути, модель на основе уже реального изучения того, что внутри процесса происходит. То есть, там, хоть пришел химик, взял пробу, пошел в лабораторию, произвел анализ, выдал вам результат, например, состав внутри реактора. Вот, и вы, используя вот эту информацию, вы, как бы, корректируете эту модель, и в следующие три часа вы даете на основе нее новые результаты. И вот эти результаты вы можете использовать в задаче как раз управления непрерывного. Такая достаточно тоже интересная функция, которая вот предоставляется вот этим пакетом. То есть, тоже у них тут есть некоторый софт, где все это можно производить, можно делать замеры, можно делать консолидацию этой модели. То есть, это такая тоже некоторый продукт готовый, вам не нужно ничего изобретать. Так, и второе, что еще интересно, они предлагают это, значит, адаптивное управление, у них есть блок. То есть, как раз то, о чем я говорил, что то, что в стандартной FPCS 7, там, как бы, нету. Нету вот этого адаптивного управления, там просто модель закладывается. Там даже нет, не всегда есть оптимизация. То есть, чтобы оптимизация была, вам нужно некоторую хардварную станцию дополнительную ставить, где это будет вычтение производиться. Вот, но даже в ней нет вот оптимизации. То есть, вы модель какую заложили, так она у вас и будет работать. Вот, а вот эта компания, IP-Con, они предлагают еще и адаптивное управление. То есть, происходит в реальном времени оптимизация процесса на основе того, что было подано на вход и что получилось на выходе. И эта модель используется для того, чтобы оптимизировать параметры контроллера. Вот, то есть, в целом, ну, вот они тут про PID-регулятор. То есть, у них оптимизация только PID-регулятор. То есть, нет, например, оптимизации для Model Predictive Control. Вот, но в целом, как бы, идеология примерно такая. То есть, у вас строится дополнительный контур в адаптивной системе, который производит тоже дополнительную либо оптимизацию, либо по формуле вычисляет новый коэффициент. То есть, в отличие от гейн-скедулинга, где у вас не было никакой идентификации модели, здесь происходит именно идентификация. То есть, в гейн-скедулинге вы заранее делаете эксперименты, заранее что-то заложили, оно у вас работает. Вот, но если что-то поменяется в модели объекта, то никакие заранее рассчитанные коэффициенты вам не помогут. Вот. И при этом вы не можете эти изменения модели, вы не можете их идентифицировать заранее. Вот. Поэтому в таких случаях вот применяют адаптивное управление. То есть, производится полная идентификация модели. То есть, даже если она поменялась за счет непрерывной идентификации, для вас это уже не страшно. Вот. И в реальном времени производится пересчет коэффициентов регулятора на основе этой модели. То есть, вот тоже такой некоторый пример системы. Так. Ну, наверное, на сегодня все. Значит, если будут какие-то вопросы, значит, вы присылайте мне их. В принципе, мы по таким промышленным решениям, наверное, пока закончим. Нам надо будет позаниматься немного практикой. То есть, у вас будет курсовой проект. В нем надо будет делать некоторый расчет и моделирование. Вот. Нам надо будет некоторое время сейчас потратить на то, чтобы понять, чтобы вы поняли, что от вас потребуется. Вот. То есть, тоже будет некоторый набор занятий. Значит, я материалы вам скину. Соответственно, лекции я тоже записываю, тоже их выложу. Поэтому, в принципе, если будут какие-то вопросы по всем материалам, вы мне пишите тогда в Telegram. Ну, все. Тогда на сегодня все. В следующий раз мы с вами встречаемся во вторник, если я не ошибаюсь. Да, 8.30. Субтитры сделал DimaTorzok